Продолжим информационный час. Не переключайтесь. От рабочих до профессоров. В преддверии Дня независимости Республики Казахстан Аким Алматы Бахаджан Сегентаев вручил госнаграды жителям мегаполиса. Нами внедрены молекулярно-генетические исследования для наших пациентов бесплатно. В Алматы открылся инновационный культурный центр Алатау Creative Hub. Что он из себя представляет и каких специалистов там будут готовить? В целом для Казахстана уникальный проект. Подобных аналогов еще не было. Какова готовность коммунальных служб в преддверии возможных снегопадов в Алматы? Все подробности в сюжете Игоря Таракова. В случае непредвиденных климатических изменений, техническое оснащение и личный состав. Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Днем независимости. Первый президент Казахстана отметил, что за 29 лет с момента приобретения суверенитета наша страна прошла нелегкий путь становления и развития. Это стало возможным благодаря поддержке многонационального и единого народа, подчеркнул Ельбасы. Добавив, что наш народ преодолел тернистый путь и в награду получил достойную жизнь в благополучном и процветающем государстве, где во главу угла поставлены мир, стабильность и единство. Сегодня же мы сплочены так, как никогда ранее в своей истории. Нас объединяет наша ответственность за судьбу страны, энергия созидания и любовь к родной земле. Единство народа позволяет нам максимально эффективно преодолевать любые выпавшие на нашу долю испытания. И пока мы бережно храним эту главную ценность нашей независимости, история наших побед будет продолжаться. Между тем, поздравительные телеграммы по случаю 29-й годовщины независимости нашей страны направляют главы зарубежных государств и руководители международных организаций. Касым Жамар Токаева и народ Казахстана поздравили президенты Германии, Австрии, Кыргызстана и России, а также свои теплые пожелания адресовали Папа Римский Франциск и Король Нидерландов. В своих поздравлениях они отметили, что Казахстан добился больших успехов в социально-экономическом и научно-техническом развитии, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играя важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем. В честь Дня независимости Аким Алматы Бакаджан Сагентаев вручил государственные награды от имени президента. Торжественное мероприятие сегодня прошло в здании Акимата. Орденов, медалей и грамоту достоились 76 жителей мегаполиса. Это рабочие, волонтеры, медики, учителя, писатели и не только. Представители разных профессий, но внесших неоценимый вклад в развитие города. За церемонией награждения наблюдала моя коллега Айдана Нураш. Алматинец Махсат Егизбаев 34 года работает водителем. Последние 10 лет управляет снегоуборочной машиной. Сегодня мужчина в числе награждаемых почётной грамотой Республики Казахстан. Говорит, что не мог поверить в это и был рад, что его многолетний труд был оценён. Ночью мы убираем улочки, а под утро метём главные магистрали, чтобы они были чистые, когда будет поток машин. Главное, чтобы дороги были безопасны. Спасибо за поддержку и за то, что оценили мою работу. В период карантина огромная нагрузка легла на плечи медицинских работников. В числе награждённых медалью «Шапогат» Марина Дурманова. Правительственной наградой она удостоилась за активную и плодотворную деятельность. Наша ассоциация совместно с Экиматом города Алматы и со всей республикой работала с СК-формацией по созданию стабилизационных фондов, так называемой подушки безопасности. Я хотела бы сказать огромное спасибо за оказанную честь. Одну из ведущих онкологов Диляру Кайдарову наградили почётным орденом Курмет за весомый вклад в лечение онкобольных. Ежегодно в нашей стране регистрируется больше 30 тысяч больных. Благодаря усилиям отечественных специалистов смертность от этого заболевания заметно снизилась. «Нами внедрены молекулярно-генетические исследования для наших пациентов бесплатно. ПЭТ-исследования, компьютерная томография и МРТ для пациентов с подозрением на онкологию также проводится сейчас. Также внедрена телепатология, внедрены мобильные бригады для оказания палеотивной помощи». А вот Даурен Каупенбаев, удостойный почётной грамоты президента Республики Казахстан, является основателем одной из крупных частных школ с 20-летней историей. Выпускники учебного заведения не раз становились победителями международных соревнований и Олимпиад. «Подбор профессиональных кадров, квалифицированных, хороших методик. Ну и, конечно, постоянная работа над повышением уровня педагогического коллектива. Для частной школы конкурировать с республиканскими физмаршколами, с низшими и с котелами – это очень тяжело. А мы конкурируем». Всего же за любовь к труду и неисчерпаемое желание внести вклад в развитие профессии города и страны ордена, медали и грамоты получили 76 человек. В знак уважения награды им вручил лично Аким Бахаджан Сагентаев. Глава мегаполиса поблагодарил героев за верность выбранной профессии из своей стране, которая завтра отметит 29-ю годовщину независимости. Айдана Нураш, Мурат Тайжанов, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы». Инновационный культурный центр «Алатау Креатив Хаб» открылся в Алматы. Проект, не имеющий аналогов в Казахстане, позволит тысячам детей бесплатно получить знания в области программирования, попробовать себя в творческих направлениях и окунуться в мир виртуального искусства. С модернизированной креативной площадкой сегодня ознакомился Аким города Бахаджан Сагентаев. Подробности узнаем у Дины Женобековой. Не имеющая аналогов в Казахстане, инновационная площадка расположилась на огромной территории, занимающей почти 2000 квадратных метров. Хаб включает в себя каворкинг-центр с бесплатным Wi-Fi и библиотеку с обширным фондом, где представлены тысячи экземпляров редчайших книг. Для развития детей здесь организовано 25 бесплатных творческих кружков, среди которых уроки циркового искусства и школа вокала со звездами казахстанской эстрады. На втором этаже нам выделили целый кабинет обесшумленный, где три раза в неделю будет преподаваться фортепиано и вокал, и еще три раза в неделю будет преподаваться гитара, скрипка и дамбра. А вот в школе программирования ребят будут обучать ведущие IT-специалисты. К примеру, юный Мансур одним из первых записался на компьютерные курсы. В будущем мальчик планирует сам создавать различные программы и приложения. Я хочу изучать языки программирования так, как Python, C++ и Pascal. Pascal мне нужен, чтобы делать разные математические выделения. Ну а вишенкой на торте стало мультимедийное пространство, где с помощью новейших моделей компьютеров, планшетов и виртуальных очков посетители смогут побывать на онлайн-выставках в любой точке планеты и даже познакомиться с искусственным интеллектом. В целом для Казахстана уникальный проект. Подобных аналогов еще не было. Это мультимедийное пространство. То есть здесь все будет связано с дигитал-искусством, с диджитальным, с образованием в этой области. То есть это анимация, видео-арт, 3D-проекции, VR-технологии. Все, что сейчас находится в виртуальном поле. Между тем, жители Алатауского района остались под большим впечатлением от представленных разработок и инноваций. Говорят, что из-за своей дороговизны подобные курсы раньше были им недоступны. Очень благодарна, что вот такие бесплатные кружки, библиотека есть. Здесь очень насыщенная такая. Ну, в принципе, конечно, я очень рада и в шоке. Они будут заниматься здесь, говорят, и вышивание есть, и компьютерная графика есть. В общем, очень много этих всяких кружков. Детей на курсы туда приведете? Обязательно. Помимо современных видов искусства, в хабе можно изучить народные традиции в креативном формате. Одним из таких кружков является этноконструктор. Игра в духе народных традиций. А уже в январе здесь откроется зона для IT-стартапов совместно с IT-инкубатором, школа программирования «Элемент», центр радиоэлектроники и класс робототехники. Дина Жанобекова, Ганни Калуов, телеканал Алматы. Сегодня же Бахаджан Сагентаев посетил один из крупнейших каворкинг-центров в Алматы. Главе мегаполиса показали офисы в стиле open space, конференц-зал, шумоизоляционную зону для переговоров и кафетерий. Все это расположилось на площади 1800 квадратных метров. В уникальном объекте предприниматели смогут арендовать целые офисы или же отдельные рабочие места для сотрудников. А для фрилансеров здесь предусмотрены выгодные часовые тарифы из зоны отдыха. В целом в Казахстане именно каворкинг-индустрия слабо развита. И в Алмате очень много именно IT-подразделений, IT-компаний. И им всем нужно пространство, где можно будет работать, также находить нетворкинг между собой, придумать какие-то вместе совместные проекты. И это будет очень интересно. Создаем IT-хаб, сообщество огромное. И именно основная цель это это. Официальное открытие каворкинг-центра состоится только в середине января. Ранее был произведен технический запуск. Бизнес-объект уже начал сотрудничать с крупными отечественными брендами. Он современный, он уютный, он классный, он новый. И самое главное, здесь сидят другие стартаперы. Это своего рода хаб. Хаб, допустим, в Астане мы сидим в Астана-хабе. Здесь то же самое, можно сказать, и по проектам. Есть заинтересованные люди, кодеры, разработчики, дизайнеры, какие-то тестеры. Здесь можно быстро найти решение, потому что все с тобой в одну сторону мыслями. В Аматинских школах не будут массово праздновать День независимости. Но сегодня учащимся организовали классные часы и другие мероприятия. А вопросы о проведении новогодней елки в школах все еще рассматриваются. Это связано с эпидситуацией. Грот продолжает оставаться в желтой зоне по темпам распространения коронавируса. В декабре отмечается резкий рост заболеваемости среди учеников и преподавателей. С начала учебного года коронавирусом заразились больше 190 школьников. Примечательно, что из них всего 17% — это дети, посещающие школу. Тем временем в стране за последние сутки заболели 661 человек. На этом фоне в Минздраве заявили о приросте числа больных коронавирусной пневмонией. За сутки выявлено 22 новых случая. Большая часть обнаружена в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Кустанайской и Акмолинской областях. Но гораздо серьезнее ситуация в Европе. Власти Нидерландов приняли решение о введении в стране жесткого карантина на 5 недель. Будут закрыты общественные места и магазины, кроме продуктовых и товаров в первой необходимости. Сейчас в стране регистрируется порядка 10 тысяч новых фактов COVID-19 ежедневно. Вслед за Нидерландами в Италии также обсуждается вопрос введения более строгих мер. В государстве запрещено передвижение между областями на весь праздничный период с 21 декабря до 6 января. По данным местных СМИ, власти планируют объявить красной зоной все регионы страны. За сутки на Апеннинских островах выявлено свыше 12 тысяч инфицированных. Со среды максимально жесткие ограничения вводятся и в Лондоне из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. В Минздраве сообщили о выявлении на юге Англии нового варианта коронавируса, который, предположительно, способен распространяться с большей скоростью. В Алматы, инфицированные коронавирусом, нередко занимаются самолечением и не обращаются за медпомощью. К такому выводу пришел главный внештатный реаниматолог-анестезиолог города Тлеуберды Куандыков. По его словам, ситуацию ухудшает и то, что многие реанимационные пациенты имеют сопутствующие хронические заболевания – сахарный диабет, срос печени, болезни сердца и кровеносных сосудов. Нередко в таких случаях пациент погибает, заключил врач. Но есть и положительная тенденция – значительно сократилось количество тяжелобольных COVID-19 среди молодых людей. В среднем 15-20% больных хватильных реанимаций находятся в крайне тяжелом или нестабильном состоянии. Из их числа, к сожалению, мы иногда наблюдаем летальные исходы. Хотя смертность на сегодняшний день значительно снизилась и находится на минимальных показателях. А вот среди детей с начала пандемии не зарегистрировано ни одного смертельного случая. На сегодня в мегаполисе зарегистрировано всего 56 случаев среди несовершеннолетних. У 44 из них болезнь протекает бессимптомно. Остальные 12 госпитализированы в больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Коронавирусная инфекция у детей протекает намного легче, чем у взрослых. Мы же часто говорим, что дети у нас бывают, как больше всего относятся к бессимптомным больным. Из-за этого, если даже у них развивается пневмония, многие дети пневмонию переносят на ногах, как и не чувствуют. Наступившие холода служат благоприятной средой для распространения инфекции, включая коронавирус. Поэтому важно соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, чтобы не допустить роста заболевания. Это вечерний выпуск новостей. Не переключайтесь. В Центрозбиркоме утвердили список участников дебатов от казахстанских партий. Политическая дуэль запланирована на 30 декабря. В них примут участие пять кандидатов по одному представителю от каждой из политических объединений. Об этом стало известно на заседании Центра избиркова. Теледебатом на государственном телеканале по закону отведут 80 минут эфирного времени. Проектом регламента предусмотрен порядок проведения предвыборных дискуссий. В частности, общие требования к участникам. Очередность выступления, язык проведения и продолжительность спичи. В законе о выборах в Республике Казахстан говорится об организации дебатов как Центральной избирательной комиссии, так и соответствующими комиссиями при организации выборов в Маслехаты. Поэтому в настоящий момент данный вопрос прорабатывается территориальными избирательными комиссиями и данные дебаты будут организованы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теледебатом нацелен на возрождение жанров казахской прозы. Уместно напомнить, что родоначальником детективного жанра в казахской литературе является отец нынешнего президента, известный писатель Кемель Тукаев. Я читал рассказ Кемеля Тукаева. Дело было в Сарбагане. Затем мне пришла в голову история десятилетней давности. Те же ощущения. Затем я решил ее записать на бумагу. И вот теперь я победитель. Снегопад, усиление ветра и повышение температуры воздуха ожидаются на большей части Казахстана в предстоящие выходные. Об этом предупреждают синоптики КАЗ Гидромета. По прогнозам метеорологов, многие регионы окажутся во власти сибирского антициклона, который и принесет с собой снег. В связи с этим все коммунальные и аварийные службы Алматы приведены в полную готовность. В этом убедился наш корреспондент Игорь Тараков. С начала зимы Алматы не раз накрывало снегом. Но коммунальные службы вовремя расчищали дороги и тротуары. Посыпали противогололедными веществами, не допустив в городе коллапса. Материальные кадровые резервы снегоуборочной службы позволят функционировать в штатном режиме круглосуточно. Задействовано на зимний период 1028 единиц техники, 2050 рабочих. Сейчас мы потихоньку добираем на зимний период до 2900. Ежедневно, ежесуточно, в праздничные дни, на день независимости, у нас планируется выход более 1000 дорожных рабочих и около 500 единиц техники. По линии теплообеспечения цифры не менее оптимистичные. Аварийные бригады в преддверии праздников полной боевой готовности. Все объекты жизнеобеспечения и социальные объекты подключены к отоплению на 100%. Отопительный сезон проходит в штатном режиме. К праздничным дням подготовлен график дежурств. На дежурстве ежедневно 16 аварийно-ремонтных бригад. Под особым контролем также системы водоснабжения и канализации на случай непредвиденных обстоятельств. Сегодня стабильность работы городского водопровода и канализации ежедневно обеспечивает при помощи 74 единиц спецтехники 39 аварийных бригад, состоящие из 269 человек, которые полностью укомплектованы необходимым оборудованием. К новогодним праздникам по заверениям властей город готов. В случае непредвиденных климатических изменений, техническое оснащение и личный состав всех профильных служб города позволят обеспечить стабильное жизнеобеспечение мегаполиса. Игорь Тараков, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, еще раз напоминаем вам о важности соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. Я, Диас Макамбетов, благодарю вас за внимание. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин